Здравствуйте, любители канаречных песен! Ну вот, наконец-то я собрался, могу записать видео. Работы много на участке, поэтому никак не было времени. Ну, во-первых, наверное, надо ответить на вопросы. Там два вопроса было, спрашивали размер клеток моих одиночных. Ну, тупо копировать размеры, я думаю, это неправильно. Я уже как-то записывал ролик, где я говорил про размеры клеток. И одиночных, и пролетных клеток, и выводных садков. Ну, однако, наверное, тот, кто задавал вопрос, не видел это. Видео, ну, я сейчас скажу. Значит, те клетки, которые вы видели у меня, Если вас интересуют точные размеры, 33 сантиметра длина, высота 22 и ширина 17. Вот. Теперь хочу пояснить, почему размеры приблизительно такие. Значит, если раскрыть крылья у канарейки, То есть, когда она летает в полете, то есть, максимально открытые крылья, Составляет порядка 15 сантиметров. Вот. 2 сантиметра делается запас. Ну, грубо, чтобы птичка могла хотя бы прыгнув, Открыть полностью крылышки и не удариться о продольные стенки, прутики. Это так. Высота, ну, делается до такой степени, Что, смотря где вы поставите жердочку. Вот. Если вы ставите на вторую планку, То главное, чтобы птичка, когда вытягивается на жердочке, поет, Чтобы от, при максимальном вытягивании, От головы до верхних прутиков, до потолка, грубо говоря, Было хотя бы расстояние 2 сантиметра. Вот. То есть, ну, вот приблизительно такой расклад. А то, что вот эти 32, 33, кто-то 35 делает, кто-то делает 30 в длину. Вот. Это не критично. То есть, главное, чтобы вот птичка делает один прыжок максимум. Вот. Эти клетки не существуют для того, чтобы в них обучать птичку, С детства содержать и так далее, и так далее. Эти одиночные клетки придуманы любителями-канароводами во всех странах. И для любителей общепризнанных пород канарей, певчих, вот. У них даже еще мельче. То есть, даже вот в Германии назывались гардские домики. Вот. Они маленькие очень. Там, ну, наверное, длина не более 20 сантиметров. 20-22 сантиметра. Ну, ширина такая же и высота чуть пониже. Вот. То есть, жердочки опускаются на самый низ борта. Вот. То есть, эти клетки одиночные называются во всем мире тренировочные. То есть, для чего? То есть, птичка помещается за два месяца до конкурса, рассаживается из вольеров или из больших пролетных клеток, где содержатся группами птицы. Рассаживается по одиночным клеткам. Первый месяц они не затемняются. То есть, они привыкают к этим одиночным клеткам. Вот. А за месяц до показа птицы, то есть, вот за первый месяц, когда они открыты, коноровод может отсортировать ту птицу, которую он хотел бы уже показать на конкурсе. То есть, таких птиц бывает немного. Ну, если взять европейских конороводов, они выставляют и по 16 птиц. То есть, там ставятся квартетами. То есть, 4 квартета по 4 птички. То есть, 16 самцов водятся. Все одного года выпуска. То есть, там нету трехлетки, пятилетки, годовалые самцы, чтобы все вместе были. Такого нету нигде. Это только в России, ну, и еще и Узбекистан, Таджикистан, где проводятся. Это просто нонсенс какой-то. Ну, это существует, и ничего не сделаешь с этим. Ну, это неправильно. Вот к чему я хочу сказать. Вот птички, которые идут на показ. Владелец этих птиц считает, что именно вот этих птиц можно показать на конкурсе. Они лучшие. И вот только вот этих лучших птиц начинает последний месяц перед конкурсом закрывать, затемнять, жестко затемнять. Всего один месяц. В жизни птицы один месяц. Вот. Для чего? С той целью, чтобы птичка, когда открывалась, вытаскивалась на свет, она сразу начинала петь. То есть, это стимулирует именно то, чтобы делается для того, чтобы птица пела на конкурсе при любых условиях. Вот для чего они называются. Тренировочные. То есть, там тренируют в этих клетках при затемнении. То есть, закрывают, потом открывают одну птичку или четыре птички сразу квартетами, выносят куда-то в другое место, ставят там освещение с одной стороны, потом в другое место ставят. И так приучают за этот последний месяц перед конкурсом к тому, чтобы стимулировать у птиц при открытии сразу же, чтобы они начинали петь. Потому что, ну, конкурс есть конкурс. Не принесешь птичку, не поставишь, чтобы на нее посмотрели. Это не декоративная птица. Вот для этого существуют эти клетки. В дальнейшем те птицы, которые были показаны на конкурсе и оценены как лучшие по породным признакам, то есть, которые можно использовать для племенного разведения. Вот. Эти птички уходят после конкурса сразу на разведение. Это обычно происходит в феврале месяце. Потому что в Европе конкурсы певчерканере проводятся обычно в конце ямваря. Середина, конец ямваря. Вот. И вот в феврале люди уже запускают этих птичек в разводные садки. Пока они там друг с другом свои вопросы порешают самка с самцом, туда-сюда где-то в конце февраля появляется уже кладка яйца. Вот. То есть, после разведения эти самцы, если нужны для дальнейшего разведения, либо для обучения молодняка, напомню вам еще раз, есть очень много людей, которые даже проживающих в Европе, в той же Германии, в Испании. Я со многими общался. И я знаю, что есть такие люди, которые занимаются вот этим тимбрадом, они тупо ставят фонограмму, они учат фонограммы. И причем там есть вот эти наши же синицы и так, и они радуются. Но эти птицы там не проходят на конкурсах. Этот человек просто ловит свой кайф для себя. Ради Бога. Но на конкурсе породы это не проходит. И то, что когда говорят, что там европейские канараводы тоже фонограммы крутят. Нет, не крутят, ребята. Поверьте мне, там обучают птицу только живой птицей. Почему? Потому что только от живой птицы птенец может получать тот тембральный спектр звуковой, который нравится, который передается по наследству. Многие задают мне вопрос, вот у меня птичка нормально пела, нормально пела, то есть один ход песни у него был, и вот сейчас птичка делает вместо отбоя цун-цун, цик-цик или тык-тык. В чем дело, не могу понять. Я объясняю, ребята, дело в том, что вы из года в год одному ходу птичку учите фонограммой. Фонограммой можно учить птицу, если вы хотите научить ее какой-то определенной песенке, то есть набору звуков и звукосочетания. И вот тогда, когда вы отберете уже луч, которые поют полноценно это, то, что вы хотите, тогда уже эта птица должна обучать без фонограммы, живьем. Но, к сожалению, у нас в нашем обществе, в российском и постсоветском обществе нету этого понимания. У нас есть два критерия. Это стабильность пропивания и максимальный набор колен за счет максимального количества колен. Все. Набрал больше всех баллов в сумме и за стабильность хотя бы три балла получил. А три балла это два раза птичка пройдет полностью песню и все. А дальше как она будет петь это никого не волнует. Эта птица получает там медали какие-то золотые там кубки и так далее и так далее. Это ни о чем не говорит. И люди покупают такую птицу надеются и думают что ведь это же чемпион априори что такое чемпион чемпион это лучший представитель породы правильно а почему я от этого лучшего представителя породы не получаю таких же а вы задумайтесь почему я не буду дальше объяснять я об этом уже говорил вот поэтому вот это то что касательно клеток видите с размера начал и пошел дальше ну надо пояснить чтобы было понятно что зачем и почему вот те ребята которые бывали у европейских канароводов которые держат и роллеров гардских и тимбрада и ватерслагеров они довольно таки часто видят у них в одиночных клетках сидят много есть самцов сидят они в этих клетках и они считают что они всю жизнь содержат в этих клетках в одиночных маленьких клеточках этих птиц нет та птица которая не ликвид средняя птичка она так так или иначе остается в одиночных клетках почему потому что ее надо продавать не все же имеют возможность купить самую лучшую птицу потому что она очень дорогая вот но по крови вот эти посредственные они нормально могут дать потомство даже такого уровня как лучший кеннер у того заводчика то есть поэтому они находятся в этих одиночных клетках для того чтобы продавать то есть ну человек должен послушать птицу чтобы ее купить правильно вот и все то есть а лучшие представители которые идут в разведение они дают потомство и после разведения они уходят во вольер они живут большую часть своей жизни в вольере на следующий год они не участвуют больше ни в каких конкурсах потому что нигде в мире двухлетних трехлетних самцов запрещено показывать бессмысленно а у нас это делается ну да ради бога немножко на эмоциях но извините вот как могу вот потом значит мне задали также вопрос опять про чубатых здесь же напрашивается вопрос зеленые вот я уже записывал ролик большой ролик записывал именно по этой тематике я ну вкратце скажу чтобы не сочли меня невежей те кто задал вопрос скажут вот мы задали вопрос человек не ответил вот значит смотрите сюда любой внешний изъян да то есть изъян может быть красивым может быть уродливым да это смотря с какой стороны смотреть то есть вот появилась появились птички где-то у них там чуть-чуть там перышки в обратную сторону растут на голове опа давайте мы создадим именно путем направленной селиции птичку которая будет иметь хохолок или чуб как вы называете или чуб как обычно у нас конороводы они не называют чубатые они называют чубатые что тоже не по-русски я не знаю почему русские люди разговаривают не по-русски вот ну наверное так это нормально я не знаю извините меня вот то есть только путем направленной селекции на этот чуб люди люди не обращают внимания на его пение на его голосовые данные главное чтобы был хороший чуб из потомства из поколения в поколение все вывели это потеряли звуковую гамму то же самое происходило с зеленой при выведении зеленого цвета птицы чисто зеленые использовались еще раз повторюсь европейский канарский вюрок это не 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 та канарейка которой мы занимаемся мы занимаемся канарским канарейским канарейшным вюроком и они по латыни разные по разному называются если кенарс канарских островов называется сиренус канарей то европейский называется сиренус сиренус вот видите даже по латыни они разные то есть они вроде бы одного вида но они разные у них совершенно разная крот они отнесены отдельно вот участвовал в выведении зеленой популяции вот этот европейский канарский вюрок также участвовала европейская зеленушка не надо ее путать с дальневосточной потому что дальневосточная зеленушка она пепельного цвета если кто не знает вот хотя они относятся к одному и тому же виду а вот европейская зеленушка она именно имеет очень насыщенный зеленый пигмент плюс тому еще участвовал европейский чиж зеленый а теперь ребята если вы слышали как поют чижи как поют зеленушки и когда у вас у зеленой птички которая вроде бы на конкурсе заняла первое место вы ее купили и вдруг у этой зеленой птички появляется какой-то интересный призвук который соизмерим ну в лучшем случае с грубостью в песне в худшем с браком и человек бьет себя по голове почему ведь этот человек вот он во все зеленые он вот каждый год там выставляет там занимать потому что кровь в крови находится зеленушка находится чиж ну и европейский канадский белок вот и все я думаю это понятно почему за основу певческих пород канареек легли именно желтые канарейки желтая канарейка появилась в процессе мутации а не селекции направленной то есть случайно вот люди содержали дикую канарейку с канарских островов они пистароваты да зеленый цвет есть и желтый цвет у них есть и белые перья есть и вдруг у этой пары появляется чисто желтая желтый птенец но он несет голосовые гены канарского вьюрка с канарских островов но он желтый уже вот сохраняя этот желтый цвет и его природную возможность голосовую люди вывели вот эти породы ватерслагер или ватершлягер а правильнее он называется малинуа бельгийская канарейка вывели гардского роллера что касательно тембрада породы я говорил но еще раз повторю тембрада это фактически дикий канарский вьюрок и хочу еще раз сказать умникам которые ни хрена извините меня за выражение не разбираются в этом и только красиво могут писать запятыми и восклицательными знаками в интернете скажу вам так что в стандарте на породу тембрада записаны рекомендации через каждые две генерации выливать кровь дикого канадского вьюрка чтобы поддерживать именно вот эту идентичность понятно да то есть это дикий канарский вьюрок который разводился и содержался в домашних условиях превратившись в домашнюю канарейку потому что на протяжении многих столетий эта птичка содержалась то есть при определенной смеси кормов и так далее и так далее то есть домашних условиях она адаптировалась и стала домашней но она теряет свои те природные данные голосовые которые имеют дикий канарский вьюрок и поэтому два года через каждые две генерации выливается кровь дикого канарского вьюрка это не говорит о том что они ездят каждый год или там два года раз на канарские острова бегают по островам с сачком и ловят этих диких канарских вьюрков нет их завозят оттуда их разводят в вольерах клубы по этой породе и потом вот так называемым членом клубов они могут позволить себе приобрести вот эту птицу потому что им рекомендуют то есть вам нужно вливать эту кровь потому что голосовые данные ваших птиц начали ухудшаться все мы вам рекомендуем вот они пожалуйста они покупают этот дикого канарского вьюрка либо самку либо самца разницы нет вливают кровь однократно вот я вроде бы рассказал вам чтобы было более-менее понятно потому что интернет истрит всякой фигней просто люди которые ну не знаю или они очень амбициозные такие они думают что можно красиво написать и ну нельзя так нельзя обманывать людей надо правду говорить и обосновывать то что ты говоришь обосновывать я вот сказал про желтую этот про лютиномутацию то есть это мутация лютина она не только у канареек произошла она происходила и у волнистых попугайчиков и у амади и у хорьков и у хорьков у плотоядных животных это мутация называется лютина имеет желтый цвет они все желтые либо светло-желтые либо темно-желтые ну цветонка на работе те кто занимается цветной птицей у них есть шемель и интенсив то есть шемель это как наши белясы которые называют вот а интенсив это вот именно лимонистые вот и все правильно называется так интенсив то есть интенсивная окраска интенсивный пигмент лютина вот то есть чтобы вы правильно понимали и могли ориентироваться в этом произошла еще мутация то есть в истории одомашнивания канарейки произошла еще мутация которая происходит у всех животных и птиц короче даже у людей это альбина то есть это альбинизм ген альбинизма белый цвет то есть оттуда вышли две группы я не буду вдаваться уже в генетику потому что нафиг это не нужно грубо показывают две линии отошли отсюда пошли по певческой линии а отсюда пошли по цветной в дальнейшем начали называть рецессивной и доминантной белой вот то есть вы видите сами что почем зачем и почему сегодня наполнен рынок зеленой птицы и люди буквально вот сегодня мне звонил человек и чуть ли не плакал говорит я вывел птенцов вот от зеленой и все вот это и мне видео высылает понимаете и там кваканье лягушки он говорит что мне что делать так хорошо и полностью поют песни и нет вот такое я объяснил родной я говорю ты понимаешь это так я через это прошел лично поэтому я от зеленой птицы отказался даже от пестр хотя у пестр тембр самый наверное насыщенный обертонами нежели у какого либо другого цвета на втором место я ставлю желтую птицу на третьем место белую каждый цвет имеет свое преимущество то есть белый и желтый белая птица лучше запоминает стабильность чередования звуков и звукосочетаний что ну у нас привыкли назвать это планом определенный план песни белая птица лучше держит планы желтая хуже единственная разница в этом и вторая разница то что у желтой тембровый окрас более богаче чем у белой белая суши поет вот еще но опять же белая если мы поруем желтой там появляются и желтые и белые желтые могут иметь хороший обертональный тембр белые как 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 был у них повыше тональность так они и остаются ничего с этим не сделаешь но это особенность генетическая вот поэтому здесь вот так ребят я думаю ну вот видите вроде бы казалось два каких-то незначительных вопроса а вылилось почти полчасовую беседу но я думаю за это время я высказал то что вы хотели бы услышать вот и правильно понять что вы хотите зачем и почему если вам нравится зеленая птица ради бога занимайтесь зеленой птицей но у вас будут постоянно сюрпризы это не это не только я прошел через это это очень многих конороводов я знаю которые известные конороводы которые ну понимаете вот нравится ему этот цвет ну каждый год птица вот и на конкурс ставят и вроде бы первое место занимает потом шлюп что-то появляется все птица посыпалась и он опять начинает опять начинает то есть они думают что они вот занимаются селекцией зеленой птицы и вот они вычистят ну почему красную птицу не заняли селекция и не вычистили потому что там сидит ген венесуэльского чижа красного его невозможно убрать понимаете люди генетики опытные грамотные люди не то что я пытались вот это сделать не получается то же самое с зеленой птицей ребята поэтому дело ваше как хотите если у вас нервов хватает занимайтесь этим так ладно до свидания не знаю закачается не закачается это этот youtube не дает нам нормально работать ладно до свидания всем всех благ здоровья не болейте не кашляйте до новых встреч не кашляйте Продолжение следует...